Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какие шаги к новым образовательным и научным перспективам уже сделал Объединенный ВУЗ? Каких перемен стоит ждать студентам и преподавателям Национального исследовательского университета в ближайшее время? Об этом говорим сегодня в нашей студии ректор Самарского государственного аэрокосмического университета. В настоящее время это Национальный исследовательский университет Евгений Шахматов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Добрый вечер. Ну, очень много было обсуждений, переживаний по поводу объединения аэрокосмического и классического университета. Скажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела, какая обстановка, ситуация и настроение? И что вообще уже, может быть, поменялось в связи с объединением? Что происходит? Ну, происходят процессы, которые должны происходить в этой ситуации. Я думаю, что обстановка достаточно конструктивная и спокойная. Мы провели очень много встреч на всех факультетах и с молодежью, и с преподавателями, сотрудниками. Я надеюсь, что эти встречи внесли такую положительную лепту в сам процесс объединения. И надеюсь на то, что тот конструктивизм, который мы договорились проявлять, он возобладает над всеми такими мелкими какими-то штрихами, которые пытаются в процесс объединения привнести иногда даже не изнутри, а извне. Я вижу, что коллектив того университета, который присоединился к СГАУ, очень здравый. Я очень надеюсь на студентов, которые замечательные ребята. Вот все, с кем мне удалось встречаться, это люди, которые нацелены на будущее. И когда говоришь о том, какие перспективы открываются в результате объединения, в результате той синергии, которая может быть реализована, все говорят, ну мы просто не знали о том, что вот такие возможности. И, конечно, мы безусловно за. Буквально вчера у нас проходил конкурс STEM-ов, всероссийский конкурс STEM-ов. Там были студенты из разных вузов, из 10, по-моему, регионов. И вот я в этом зале сидел, чувствовал эту энергетику молодежную, понимаете. Это возвращение, как можно сказать, в студенческую юность. И когда студенты всех вузов, вот теперь объединенного университета, самарских вузов из Москвы, из Казани, из Волгограда, из Долгопрудного, из других городов, когда они вместе, это такая огромная сила, это такая энергетика, которую ничем не заменишь. И поэтому объединение, оно дает возможность теперь всем студентам быть студентами Самарского национального исследовательского университета. Пользоваться всем, что есть, было в разных коллективах, теперь в одном. А вы можете привести, извините, вот конкретные примеры сотрудничества и взаимодействия студентов уже вот разных вузов? Вот какие плюсы будут от сотрудничества на кафедрах? У нас не разные вузы, мы теперь единый вуз. Ну вот, нет, ну вот уже в прошлом, которые были разные. Вот, допустим, вы, это ваше высказывание, вы как-то сказали, что к 2020 году 90% ученых и преподавателей уже аэрокосмического университета будут говорить на английском. Вот сейчас, когда к вам присоединился университет, вы можете это использовать? Чтобы студенты и преподаватели заговорили? Мы об этом как раз говорили. Вот особенно гуманитарные кафедры и факультеты боялись, как же мы будем забыты в таком большом техническом университете. Дорожная карта наша, программа развития, она предусматривает как раз возможности для реализации в том числе и гуманитарного цикла. Вы сами назвали, чтобы 90%, а это записано у нас в дорожной карте, к 2000 году преподавателей, сотрудников говорили на английском, ну и на других языках, то есть владели в совершенстве... Но у нас все-таки английский, да? Да, в совершенстве английским, например, языком. Хотя у нас на сайте есть и китайская версия, и испанская версия, то есть надо... Не только английский. Одних преподавателей кафедры иностранных языков СГАУ совершенно недостаточно. Поэтому весь филологический факультет еще надо подключать, а может быть еще со стороны, чтобы эту программу реализовать. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Мы должны продвигать теперь вот уже объединенный университет в научно-образовательное пространство не только российское, но и мировое. И, конечно, эта задача и для психологов, и для социологов, но помимо технорей, которые, безусловно, являются... То есть ядро, конечно, это аэрокосмическая тематика. Она записана в дорожной карте, она является конкурентной на сегодня. И то, что, например, Аэрокосмический университет единственный в мире на сегодня имеет, как мы говорим, группировку спутников на орбите. Два АЭС-то летают, из космодрома Восточный полетит уже серьезный аппарат АЭС-2Д. Это, конечно, наше большое конкурентное преимущество. Но об этом мало кто знает. И поэтому всем надо средства массовой информации все подключить для того, чтобы это пошло не только в России, но и за рубежом. Когда мы рассказываем своим партнерам, что мы имеем, многие не верят. Неужели университет? Ну, конечно, это не только университет. Это взаимодействие с ведущим нашим ракетно-космическим центром РКЦ «Прогресс», СОО «Кузнецов», с другими предприятиями дает возможность так развиваться. И поэтому тут открываются новые возможности для тех, кто занимался чисто теоретическими разработками. Да, и гуманитарными. А тут есть, куда приложить это. Ой, ну да, перспективы есть. Вот вы упомянули уже космодром Восточный. АЭС-то это что? Это название спутника. Так вот спутникам. Я уже решила уточнить, чтобы не ошибиться. А вот роль и участие университета аэрокосмического, какое в этом? Ну, вот те два спутника, которые уже летают, малые АЭС-то, это... Это наноспутники такие, да? Это не наноспутники. А, еще малые, это еще не нано. Это спутник примерно 60 сантиметров на 40, вот такой кубик, параллепипед, который насыщен аппаратурой различной. И на нем проводятся испытания различных бортовых систем, в том числе, например, ориентация по магнитным линиям Земли, изучение температурного режима внутри спутника и около него, изучение солнечных батарей на основе арсенида галли, изучение микрочастиц, которые на этих орбитах находятся. У нас есть свой центр приема. То есть круглосуточно идет прием, обработка информации вот с этого спутника. Спутник АЭС-2, который сделали мы вместе с РКЦ «Прогресс», это уникальный аппарат, это малый космический аппарат, ну, малый в какой степени? Это до 500 килограммов весом. Но большие спутники там тонны. Ну, конечно. А этот малый космический аппарат может зондировать Землю в оптическом, гиперспектральном и радиолокационном теопозоне. Это вот, ну так, по-дилетантски, если сказать, это дает возможность не только наблюдать, когда есть ясная погода и Землю видна из космоса, но и когда тучи. Все это позволяет наблюдать, что происходит на Земле. И даже немного под землей. То есть это аппаратура, которая уже является конкурентной для многих отраслей, для Минприроды, например, ну и так далее. И это делали студенты вместе со своими научными руководителями и вместе с сотрудниками РКЦ «Прогресс». То есть это уже обучение через исследования напрямую. Специалисты, которые в этом поучаствовали, они уже готовы работать над любыми космическими и любыми другими объектами. Ну вот вернемся все-таки к теме объединения уже завершенного. Какие новые перспективы с финансовой и материально-технической точки зрения для вас откроет вот это объединение? Вот есть что-то? Должны же быть какие-то плюсы существенные? Или сейчас такое время, что вот не стоит ждать ни денег государственных, ни каких-то таких? На самом деле такое, которое немножко усложняет, наверное, задачи, которые мы перед собой поставили. Но во все времена поддерживаются те инициативы и те предложения, которые имеют для страны, для региона или для муниципалитета особую важность. Вот мы ставим перед собой задачу, поскольку мы являемся ведущим вузом, поскольку мы в программе 5-100. С одной стороны, исполняя эту дорожную карту, получать как можно больше денег в виде субсидий от федерального министерства. Фактически эти деньги выделяются правительством Российской Федерации. Мы хотим участвовать во всех программах и будем предлагать это для региона и для муниципалитета. И здесь открываются возможности не только для технических направлений подготовки и проведения исследований, но и для гуманитарных, поскольку выборы, появляются новые депутаты, которым нужны новые знания и по юриспруденции, и по психологии, и по социологии, и по истории, в том числе и родного края, и других направлений деятельности. И это открывает новые возможности. Мы недавно, буквально в пятницу, подписали соглашение о сотрудничестве... По финансовому контролю, наверное, да? Да, да. Да, потому что... Вот удивительно, потому что... С управлением финансовым контролем. Серьезная задача. Никто в России таких специалистов не готовит. Мы договорились, что вместе создадим такие рабочие программы по разным видам подготовки. И, конечно, это очень большая задача для ведущего вуза вот такую работу начать. И, может быть, мы будем первыми в России, кто такую работу выполнит, и потом этот топ будет распространять. То есть вы ориентируетесь уже на работодателей? Не вот образовательные такие вот обычные программы, стандартные, так скажем, а вы уже как-то маневрируете. Как национальный исследовательский университет мы имеем право создавать свои образовательные стандарты. Не только ориентироваться на ГОСы, которые имеются, но и свои. И вот если мы такие программы сделаем, образовательные, которые уникальны будут, и они получат положительную оценку у работодателей, я думаю, это даст большой эффект. И для того, чтобы со временем, ведь речь идет о том, что диплом каждого вуза должен признаваться. Вот. И мы хотим быть таким вузом. Поэтому название нового университета мы договорились. Вот Самарский национальный исследовательский университет имени академика Сергея Павловича Королева. Краткое название. Самарский университет. Самарский университет со временем должен звучать так же, как Гарвард. Да, хорошие амбиции. Самара, университет, это та структура, в которую должны с большим желанием приходить новые абитуриенты. И я надеюсь, что так и будет. Но это зависит от нас. Это не просто утвердили название и говорим, ну теперь все, мы Самарский университет. Нет, мы должны так поработать, чтобы через 2, 3, 5, а тем более 10 лет это стало уже именем, гордым. Я хочу обратиться к телезрителям и предложить, может быть, сегодня среди зрителей есть студенты Самарского национального исследовательского университета. И если у вас есть какие-то вопросы и сомнения, у нас гость, который все их развеет. Потому что, значит, конструктивизм среди ваших принципов, да, и такой вот позитивный настрой на сотрудничество и работу. Скажите, пожалуйста, Евгений Владимирович, как лично вы пришли к авиации? Вот с чего у вас такой интерес возник? Когда это произошло? Наверное, это произошло, когда мне было 7 лет. И полетел в космос Юрий Гагарин. И мы все бегали, мальчишки, и говорили, ну все, мы будем космонавтами. И вот эта мысль, она засела и потом не давала покоя, по-моему, нашему поколению никому. И когда уже учились в 10 классе, мы ходили на подготовительные курсы в Кубинский авиационный институт, и уже называли, что это наш институт. Все, мы другого пути не видим. Мы сюда пришли навсегда. И это было вот такое время, когда космические подвиги многих заставляли двигаться в этом направлении. Космос-авиация. Космос-авиация. И авиация, безусловно. А когда вы полетели первый раз на самолете, самолет когда увидели, осталось какое-то ощущение от того, что вот такую махину сели и полетели? Я точно уже и не помню, но еще в школе. Но все-таки космос больше вас впечатлил, чем авиация. Ну, это же был прорыв, понимаете. Это был такой прогресс, о котором невозможно было даже подумать, что так произойдет все. Это же буквально через несколько лет после такой жестокой войны, значит, и мы оказались первыми. Советский Союз оказался первым в космосе. Это был триумф вообще, триумф. И для всего мира это был пример, как надо работать, чтобы достигать цели. Поэтому то, что сегодня есть какие-то трудности, есть какие-то проблемы, ну, это такие проблемы, которые можно преодолеть, потому что мы уже достигли определенного уровня развития. У нас есть от чего не с нуля начинаем. И вот это меня, например, убеждает в том, что мы можем ставить любые амбициозные цели, и мы их достигнем. Хорошая уверенность. Кстати, в этом году мы отвечаем 55 средств со дня первого полета человека в космос. Как университет готовится эту дату отметить? Ну, я имею в виду не как отмечать вы будете, какими праздниками. А может быть, есть какие-то инновационные разработки, которые к этому времени вы сможете озвучить, продемонстрировать? Ну, вот к этому времени как раз мы подготовили свои инновационные, можно сказать, разработки, которые сейчас находятся на космодроме Восточный. И когда будет определена дата старта, все-таки этот старт будет посвящен... Вот айсов этих, да? Да, и 55-летию Юрия Гагарина, там вот айс 2D, и плюс так называемый самсат, это вот уже наноспутник, это небольшой спутник, 10 на 10 сантиметров кубик, вот таких два кубика собраны вместе нашими студентами, молодыми учеными. Это уникальное изделие, которое, я считаю, будет одним из первых, вот, ну, первым с космодромом Восточный, но одним из первых для России. И создается уже такая целая система работы по наноспутникам, это международная такая программа, и мы здесь не отстаем от других стран. Я надеюсь, что это будет знаковое событие. Потом ежегодно проходит у нас конференция в апреле месяце, молодежная, с международным участием молодежная конференция, которая посвящена как раз вот событиям, связанным со стартом Юрия Гагарина. И в октябре месяце будут королевские чтения. Это уже тоже международная такая признанная конференция молодежная с участием уже более широкого круга. Это не просто студенческая, молодых ученых, которая тоже посвящена вот этому 55-летию запуску первого космонавта. Кроме того, еще ряд событий. Мы ежегодно участвуем в конкурсе запуска моделей ракет во Франции. Мы единственный вуз из России, который там участвует. Это макеты, ракеты «Союз». Примерно двухметровая такая ракета, которая взлетает, на километр-полтора поднимает полезную нагрузку, она там на парашюте потом спускается, замеряет параметры воздуха, окружающей среды и так далее. Но это интересная такая работа. Вот это тоже все события будут. Вот вы с французами, интересное сотрудничество. Вот с космонтрома ГУРУ запускались тоже наши, да? Вот какие-то вот... Я, конечно, могла... На ГУРУ работает РКЦ «Прогресс». Вот оно все равно, это с вами как-то все равно связано. Я хотела уточнить по сотрудничеству с Кореей и Китаем. Чем оно обусловлено и интересно? Почему вот именно эти страны... Так вот, у вас на сайте появилась такая новейшая информация, что сотрудничество... Ну, не только эти страны. У нас более трех десятков стран, с которыми мы сотрудничаем. С Китаем мы сотрудничаем давно, с 90-го года практически у нас с китайскими вузами достаточно широкое сотрудничество. Скорее, мы тоже давно намечали, но недавно вот были представители оттуда. Мы договорились расширять это сотрудничество, потому что вот, в частности, в вопросах, связанных с созданием малых космических аппаратов, с материаловедением, с вопросами, которые приборную сторону, вот в том числе космической деятельности, затрагивают. Это интересно. А в чем они более продвинуты? Вот корейцы, вот что... Ну, корейцы в электронике более продвинуты, и нам это надо для себя. Китайцы продвинуты во многих технологиях, и вот в последние годы у них развиваются все направления, но, будем говорить, мы не отстаем в том, что связано с космической техникой, в частности, с авиационной техникой. Мы в свое время сделали ястреб. Такой самолет у нас есть, значит, наши студенты вместе с нашими маститами уже учеными создают летающие самолеты малой авиации. И в Китае был куплен такой самолет, ястреб, и в этом направлении мы тоже ведем с ними работу, поэтому и авиационная, и космическая тематика, двигатель-строительная тематика, очень интересные разработки связаны с сквозным моделированием, проектированием, производством двигателей, в том числе маленьких двигателей, которые делают не на заводе, а у нас. Это задача, которую мы перед собой ставим и пытаемся ее решать. А что такое Гагарин-центр? Вот тоже звучит в последнее время. Гагарин-центр, Гагарин-центр. Это еще идеи и планы или уже что-то есть? Это, с одной стороны, идеи, с другой стороны, начинает потихоньку это воплощаться. В свое время, когда мы говорили о развитии университетского как бы всего сообщества, губернатор Николай Иванович Меркушкин высказал очень такую перспективную, на мой взгляд, идею. Там, где строится сейчас стадион, рядом построить большой технополис, где бы были самые передовые собранные технологические направления и образовательные деятельности, в основном это магистратура, аспирантура, и исследовательская работа, и производственное создание малых фирм, создание предприятий, которые бы реализовывали продукцию. И там бы был новый университетский кампус. Вот эта идея начинает воплощаться, потому что то, что строится сейчас там стадион и коммуникации уже подводятся в более широком плане, они позволят там построить первые какие-то корпуса, а, возможно, гостиничные комплексы, которые будут построены к чемпионату мира, частично отойдут как общежития для студентов и молодых ученых. Вот если такая задача ставится, я надеюсь, она будет выполнена. Да. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Кстати, звоните, еще есть время, 202-11-22. Какие намечаются изменения с точки зрения развития классического университетского образования? Кроме ракеты самолетов что-то будет? Конечно, будет. Потому что, тоже по моим личным ощущениям, что вот и вы приверженец вот всяких этих аэрокосмических технологий и образований, и стандартов, а вот гуманитарии... Да. Ну, вот сейчас как раз происходят у нас структурные такие рассматриваются предложения, чтобы на базе факультетов гуманитарного цикла создать гуманитарный институт, объединить усилия всех гуманитарных факультетов в единый коллектив, который бы, помогая друг другу, преодолел те трудности, которые возникают, и стал бы гуманитарным институтом ведущего университета, как самостоятельная такая единица, научно-образовательная, способная решать вопросы и подготовки кадров, и оказания услуг. Ну, в первую очередь в регионе и в городе, а в целом и для России, вот такая задача поставлена. И если мы ее решим, я думаю, гуманитарное образование, которое мы даем, оно поднимется на более высокий уровень, потому что востребованность его со стороны работодателя, вот то, о чем я говорил, например, с контрольными ревизионными органами, это одна из задач. С силовыми структурами мы договорились о взаимодействии. Это для юристов в первую очередь, но и не только, это и для гуманитариев. И то, что мы в настоящее время являемся волонтерским центром к чемпионату мира, мы должны подготовить около полутора тысяч волонтеров, которые будут в 2018 году работать со всеми представителями различных стран, которые сюда будут приезжать. Огромнейшая работа. И на этой базе можно создавать уже совершенно новую подготовку для всей страны, по сути. Всего ведь 15, вот 15 вузов стали волонтерами волонтерским центром. И вы посол, кстати, да, вот от Самары? И я посол, да. И еще 14 ректоров послы, значит, буквально в пятницу состоялась аккредитация и сертификация волонтерского центра нашего, она прошла благополучно, с мелкими замечаниями, которые мы устраним. И здесь для гуманитариев, безусловно, огромное поле деятельности. Ведь мы, если готовим волонтеров к чемпионату мира, потом этот волонтерский центр не должен прекратить свою работу. Мы будем уже готовить для других регионов, там, где будут проходить массовые соревнования, там, где будут проходить какие-то молодежные или другие конгрессы и так далее. И для этого, я думаю, опыт пригодится. Поэтому планы у нас большие. Возлагают на нас надежды и региональные власти и Министерства образования и науки Российской Федерации, и Минспорта Российской Федерации, поскольку Мутко нам вручал, так сказать, вот дипломы победителей конкурса по созданию волонтерских центров. Это работа именно для гуманитарного всего вот этого направления. Серьезно. И поэтому у нас сейчас и проректор отдельно есть по социально-гуманитарному направлению Кузнецов Виктора Александровича, на которого возложены вот эти все задачи, чтобы гуманитарный институт со временем, который мы, я надеюсь, все-таки создадим, стал звучать как, еще раз повторяюсь, такая самостоятельно серьезная единица на всю Россию. Куда вы хотите поступать? Я хочу в гуманитарный институт Самарского национального исследовательского университета. Вот к этому мы должны прийти. Понятно. Вот сейчас, пока вы к этому еще не пришли, о чем нужно знать будущим абитуриентам? Я знаю, что в эти дни проходят как раз дни открытых дверей, да, в университете. Потому что вот произошло объединение, что будет дальше, может быть, никто так вот четко для себя не представляет. Но вот что вы можете, как ректор, сказать будущим студентам? Будущим абитуриентам что можно сказать? Вот в объединенном университете открывается гораздо больше возможностей для получения и основного, и дополнительного образования и для получения каких-то, значит, специальных знаний на курсах на повышение квалификации. То есть во время учебы по специальности, допустим, технической, ты можешь получить второе высшее образование. Вот по тому циклу, который очень широкий. При обучении на гуманитарном ты можешь получить, допустим, по информационным технологиям дополнительное образование и так далее. Открываются совершенно новые возможности. Потом, когда мы уже говорили об этом, взять естественно научные направления, где готовили, ну, допустим, математиков, физиков, механиков, химиков, если они будут сопричастны к тем разработкам, которые вот в технике авиационной, космической и так далее, это же будет другой уровень специалиста, когда он свои знания в фундаментальных науках применяет для того, чтобы новые эффекты и новые задачи были решены, и его разработка в виде каких-то там приборов или чего-то использоваться будет в технике. Вот это очень важно. И поэтому любой абитуриент, поступая в такой университет с широким профилем, он возможностей для себя открыть во время учебы уже еще дополнительные какие-то направления подготовки и освоить их имеет гораздо больше. Да, время идет вперед. Помните, как раньше в 60-е годы там физики и лирики было такое четкое подразделение, а здесь вот вы как раз помогаете людям открывать в себе и то, и другое. А вы, кстати, вот больше физик или лирик? Вот себе по тем еще меркам, кому себя относили? Или физик, но стихи тоже пишете? Не бывает иногда, находит. Но вы знаете, я вот сходил в ботанический сад, посмотрел, наверное, я стал ботаником. В хорошем смысле этого слова я имею в виду. Сходил, посмотрел на биологическом факультете огромную коллекцию жучков, бабочек и так далее. И это неизгладимое впечатление. Другое дело, что это вот на сегодня как бы недоступно многим. Сходил, посмотрел то, что археологические, вот там у нас очень много археологических артефактов всяких, но они хранятся так, что это нужно делать большой, хороший музей. Это тоже наша вот большая задача. Это должно быть открытым. Поэтому, ну, я, наверное, уже и строитель, и кто только не есть, потому что когда... Ну, вы открыты к восприятию. Когда деньги появляются на то, что что-то отремонтировать или что-то построить, радость такая же, как ты увидел коллекцию бабочек. Поэтому трудно. Или такая же, как полетел наш Аист на орбиту. Вот в этом отношении, наверное, у любого ректора задача не просто объединить что-то или сделать, а какой-то результат увидеть в своей деятельности. И я вижу свой результат в том, что люди мне поверили, а вера, она обратную сторону медали имеет. Значит, ни я не могу подвести тех, кто мне поверил, ни те, кто в меня верят, не должны меня подвести. Вот тут мы должны быть одной командой. И я надеюсь, что такая команда формируется. Ну вот и вера здесь уже с ответственностью даже. Обязательно. Да, вот обязательно идет. И вот не могу не спросить у вас все-таки ваше видение нашего аэрокосмического будущего. Вот когда будет такой рывок, что у нас изменится, может быть, не только в стране, а в мире что-то вот с этой точки зрения будет новый прогресс. Вот после того, как полетел первый человек в космос, что будет следующей ступенью? Вот вы, как специалист, как это видите? Вот мы видим, как непросто развиваются наши отношения, ну, допустим, с Соединенными Штатами на Земле, да? Но мы видим, как дружно космонавты работают и американские, и других стран, и наши на Международной космической станции. И я думаю, вот эти космические, дружеские отношения, которые там на МКС, они должны прийти сюда. Слишком маленькая Земля, слишком незащищенная. Вот когда вы видите кадры из космоса Земли, допустим, на горизонт, вот узенькая синенькая полосочка, это атмосфера, она такая маленькая, всего 100 километров. Всего 100 километров. А чтобы человеку жить, всего 10 километров. Понимаете? Это сберечь, надо. Это не уничтожить надо. И вот поэтому я вижу то, что космос должен показать и политикам, и всем, слишком уязвима Земля. Она и в ней уязвима. Баркульский метеорит это показал, да? Надо спасать от внешних угроз и не создавать здесь, на Земле. Поэтому, а это уже задача не только техников. Это всех, вот всего того спектра направлений. Мы вместе должны работать, понимаете? Да, как раз ваше объединение этому поможет. Спасибо огромное за то, что пришли, рассказали так интересное за то, что пригласили. Приходите еще. Спасибо вам за внимание. и всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok